Мир вам, дорогие братья и сестры! Следующий вопрос очень тяжелый и актуальный. В нашем обществе очень много зла сейчас. Многие задают такой вопрос, что почему же так? Что творится-то у нас? Что от мала до велика зло увеличилось очень сильно. В детском саде жестокие драки, уж не говоря о подростках. Это пенсионеры, которые крадут массово что-то в магазинах. Мне один знакомый сказал, связанный с правоохранительными органами, присылал даже информацию, что бабушка торгущая марихуаной. Представляете? То есть еще лет 10 назад, 20, это даже нельзя было представить. Представьте, даже 10 лет назад. То есть сейчас общество стремительно деградирует. Еще раз повторяю, в семьях проблемы. Я смотрел один фильм про вот эту ситуацию криминогенную. Показывали женскую колонию. И начальница колонии была в шоке от того, сколько сейчас детей, девочек, приходят по статьям об убийстве родителей. То есть это с 2000-х годов вал пошел. Даже не с 90-х, а вот с 2000-х. И сейчас все больше и больше и больше становится. То есть вот почему столько зла в людях, в магазинах, в транспорте, драки, потасовки, вот даже убийства. В Сбербанке убийство в одном из городов-миллионников было не так давно. Я не хочу подробности там, да, говорить. И какие города. Да, это сейчас все повсеместно происходит. В чем проблема? Конечно, проблема в нас. Как говорит Писание, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это, кстати, главный признак последних времен. Нам надо понимать, что мы живем сейчас в самые тяжелые времена в истории человечества с точки зрения духовности. Это не мои слова. Паисий Святогорец сказал это еще в 1986 году о том, что одна из печати Апокалипсиса снята. Это как раз Чернобыль. Это по-белорусски Полынь. И третья часть вот стала Горькой и так далее. То есть вот он говорил, что мы уже сейчас в 1986 году тогда еще, да, живем в апокалиптические времена. Сейчас, спустя 40 лет почти, да, эти времена только развиваются. Только разворачиваются. Мы уже, может быть, даже не в серединке, а ближе к концу. То есть апокалиптические времена – это времена, как говорится на церковном языке, апостасии. То есть отхода от Христа. Причем не единичного отхода. Это и раньше было. Послушайте. Содом и Гомора были. Помпеи, кстати, за это же тоже были Господом Богом уничтожены. Да, вот за эти содомские грехи. Злоба, убийства там какие-то были массовые. И Тамерлан был, и Александр Македонский, и другие люди. Это всегда были такие правители, тираны, изверги, которые там миллионами могли убивать. Вот. И понятно, что была проблема. Но не было такого массового отхода от Христа. Потому что мы сейчас, спустя две тысячи лет, живем так, как будто Христос никогда не приходил. После его прихода, как будто ничего не случилось. Мы возвращаемся в физический мир. Сейчас даже такое понимание есть, термин, значит, постхристианский мир, постхристианская цивилизация. На Западе это уже так. Причем пост, значит, послехристианская цивилизация уже там превращается в антихристианскую цивилизацию. То есть уже не просто после, а уже против, анти, против, борющаяся с христианством цивилизация. Опять же, по причине греха. Грех приумножается. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, он жил в 1924-1994 годах. То есть, по сути, он захватил большую часть XX века. Он говорил так, что если в начале моей жизни, ну, я сейчас могу чуть-чуть ошибиться, но примерно такие цифры он указывал, что было примерно 20-40%, 20% точнее лицемеров, там, допустим, да, 20% атеистов и 60% верующих, глубоко верующих, искренних людей. То есть, большинство все-таки было искренне верующими, да, православными христианами в Греции. То в конце моей жизни уже 20% искренних осталось, а все остальные 80%. То есть, вот ситуация какая. Буквально за 2-3 поколения, 70 лет он прожил, 2-3 поколения всего, поменялась радикальная ситуация на противоположную. Искренние верующие люди, которые слушаются Христа и следуют его заповедям, сейчас составляют абсолютное меньшинство во всех странах мира. Даже если с учетом того, что католики, протестанты – это ложные религии, это все понятно, это ереси, да, с которыми православие не может согласиться. Но даже если учесть посещаемость храмов католических, протестантских на Западе, допустим, то сейчас она упала и падает все ниже и ниже до исторических минимумов. То есть, вот, допустим, в Бельгии, в Брюсселе там 1-2% посещаемость храмов. В других странах тоже, там во Франции, в Великобритании, в Германии, ну, в общем, до 5%, максимум до 10% в каких-то регионах. Чтобы вы понимали, что творится там в Норвегии, половина храмов закрыта. Храмы уже потому что не ходят просто, равнодушие абсолютное к заповедям Божьим, да, и к службе. Значит, сотнями и даже тысячами закрывают там храмы в разных странах, допустим, Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания. Все. И во что превращают храмы? В бары, рестораны, дискотеки, в гостиницы и так далее. Вы представляете, в лучшем случае отдают за одну условную единицу нам, православным христианам, которых еще пока более-менее там держится какая-то планка, да. А в основном, вот, или продают, если не могут продать, вообще разрушают. Массовое разрушение храмов происходит. Потому что все построено на экономике, на выгоде, на прибыли. Нет прибыли, нет храма. Нет людей, нет прихода, никто не оплачивает. Иногда, конечно, в некоторых странах государство оплачивает, но это не везде. Во Франции не оплачивают, в Голландии не оплачивают. Поэтому старые, древние иногда храмы вообще просто разрушаются. Еще раз повторяю, причина одна этого всего. Это то, что мы сейчас ни во что не ставим заповеди Божии. Ни во что. Злоба будет плодиться еще больше. Повторяю, мы вот в эти апокалиптические времена и живем, когда отход от Христа стал массовым. Не единичным, а массовым. Целое общество и целое государство, и уже даже континенты отходят от Христа. Оплот католицизма, Латинская Америка. Почти все страны легализовали однополые отношения. То есть все, что далеко ходить. Сам Ватикан в декабре 2023 года дал благословение на эти отношения официально. Хотя за день до этого был прям знак, явный Божий знак, когда статуя апостола Петра лишилась нимба и ключей от Царства Небесного. То есть главный покровитель Рима, духовный покровитель, именно как они считают. Хотя, конечно, апостол Петр такому Риму не будет покровитель. Да, вот он оказался, представляете, без основных символов духовных. Без нимба, то есть без символа святости, без ключей символа открытия врата Царства Небесного. Все, то есть был знак, но все равно игнорировали его и объявили о благословении однополых отношений. В Греции православное государство сейчас тоже разрешило эти отношения. Церковь, конечно, против, но кто слушает Церковь сейчас, даже в Греции? Хотя в Конституции Греции записано, что Греция – это православное государство, в котором греческая православная церковь, элладская, она имеет превалирующее преимущественное положение. И особый статус Святой Горы Афон записан. Это так в Конституции. Но вот что на деле. То есть если государство игнорирует все эти законы, то, конечно, это признак того, что общество давно отреклось от Христа. Аборты, магии, оккультисты всякие, секты и так далее расплодились даже в православных странах. Огромное количество проблем. Практически никто не рожает. Причем это проблема уже по всему миру. Даже в исламских странах проблема рождаемости есть. В Иране, вот я лично иранскую рекламу смотрел, где просто говорят, агитируют, женитесь. Мало кто женится уже. Не то уж не говоря о рождении детей, что надо жениться. В России мы вообще столкнулись с катастрофой, когда мы только в официальных абортах потеряли больше 200 миллионов человек. Убито было 200 миллионов с лишним в официальных абортах. Если взять неофициальную статистику, то не меньше полмиллиарда. Вы представляете, полмиллиарда – это население всей Европы. И мы вот по своей злобе, наши родители, те, которые делают это, бабушки, дедушки, родители, они участвуют в этом просто конвейере смерти. Это в Асфенцам отдыхает вообще-то. В Асфенцам сколько? Миллион-два там было убито. А в наших абортариях получается все десятки и сотни миллионов детишек. Мы гораздо больше убили, чем мы родили вот за этот период. В России сейчас всего 160 миллионов. Вот в чем причина. Вот в чем причина, что злоба, она развивается, так же, как и добродетели развиваются, но они сейчас в массовости не развиваются. Наоборот, злоба плодится. Из-за того, что беззакония идут все больше, и любовь вообще исчезает как понятие. Сейчас уже не то, что любви, даже терпение, снисхождение, какого-то жаления ближнего, чтобы жалко кого-то было, уже трудно встретить. Уж не говоря о высоком понятии христианской любви. Даже среди христиан этого становится все меньше, надо правду сказать. Охлаждение чувствуется везде. Поэтому нам нужно что делать, чтобы вернуться? Лично, понятно, мы не остановим весь мир. Святитель Игнатий Бринчанинов говорил так. «Ничтожная пылинка», он обращается к каждому из нас. «Не дерзай своей немощной рукой остановить их в этой истории, которая движется к приходу Антихриста. Не дерзай. Устрани сам. Пойми дух времени. Устрани сам и не потакай ему. Стань сам христианином». То есть каждый из нас должен с самого себя начинать, со своей семьи. Если мы здесь сделаем малую церковь, в своем храме души, в своей семье малая церковь будет, что мы воспитаем детишек по этим заповедям, будут они жить, уважать, то хотя бы вот этот маленький айсберг в океане, зла, маленький айсберг, он должен сохраниться. И в конце времен мы знаем, что еще будет нас меньшим. Господь всегда говорил про это. «Не бойся, малое стадо, я победил мир». То есть мир нас не одолеет, если мы со Христом. Потому что Господь говорит, «А здесь мы с вами, никто же на вы». Кто против нас, если с нами Бог? Даже если нас убьют, мы победим. Как в Колизее убивали сколько христиан. По некоторой статистике было даже до полмиллиона убиты за вот эти века. А там сейчас человек один был какое-то время. Огромная благодать Божия чувствуется. То есть Колизей – это не место, так скажем, какого-то страшного морга и место убийства. А это место, где просто человек стал святым. И не один, а сотни тысяч, десятки тысяч. Людей стали святыми. Это просто такая массовая голгофа для них. И для нас это место особой благодати Божией, для христиан. Поэтому не надо бояться. Не надо бояться быть белой вороной в этом мире. Потому что без этого никак не получится. Если мы, христиане, будем говорить «да» на все вызовы мира, то мы не будем христианами, мы просто будем какой-то тряпкой, которую будут вытирать ноги. Мы должны сохранять себя. Мы должны оставаться верными Христу, несмотря ни на что. и сохранять веру, передавать другим поколениям, каяться постоянно, исповедоваться, причащаться. И таким образом, по слову преподобного Паисия Святогорца, даже в 21 веке мы можем стать святыми людьми. То есть людьми, которые максимально научатся любить Бога и людей. Всем нам это желаю. Богу нашему слава всегда и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.